Эй, всем привет! И у нас сегодня здесь очередной табак, который мне прислала компания Хука Премиум, с которым мы очень долго сотрудничаем, и они являются очень хорошим оптовым магазином для кальянных. Так вот, прислали они мне табак Агера, и сейчас я о нем, собственно, немного расскажу. Я его уже прокурил, я о нем почитал, и, соответственно, готов вам вещать, что это вообще такое. Стоит это к употреблению или не стоит даже на это обращать внимание. Так вот, поставляется он вот в таких вот коробочках, довольно-таки очень круто, потому что очень удобно. Но, когда мы открываем, мы понимаем, что мы видим некую схожесть с табаком Танжирс на 99% в плане упаковки. А что у нас на ней есть? Есть название вкуса, маленький такой графический рисунок, вес, соответственно, то, что всякие такие названия, 100% Ханкрафт лучше продукта, Агера, и, конечно же, есть голограмма типа Ориджинал, и что это не спизжено. Но для чего этому продукту на данный момент нужна голограмма, непонятно, потому что пока не всего никто все равно пиздить не будет. На обратной же стороне у нас написаны ингредиенты на 5-6 языках, в том числе и на русском. Здесь есть русская надпись. Состав табачный лист, USP, растворимый глицерин, мед, ароматизаторы, то есть максимально упрощенный состав табака. Также по тому, как продукт описан, он реально делается в Америке, имеет американский домен, имеет американский номер телефона. Также есть такая надпись. Минздрав соцразвития предупреждает, курение вредит вашему здоровью. То есть, да, как бы все продумано, но табак при этом все равно не акцизный. Смысл было это писать непонятно. Так вот, мы разобрались, как это все выглядит. Я сейчас забил себе линейку медиум, вкус кока-кола с лимоном, и она скоро будет готова, и мы ее, собственно, раскурим. Так вот, с упаковкой мы уже разобрались, давайте посмотрим, что у нас есть внутри. А внутри у нас вот такой вот пакет, вы уже все это поняли. А также есть здесь защитные рисуночки, да, и, конечно же, название компании. Лист у нас здесь бёрли, не крашеный, как заявляет производитель, не содержит жидкого никотина и каких-то других вредных добавок. То есть, крепкость здесь, говорят, как будто натуральная. Собственно, есть три линейки. Это у нас медиум, и есть софт, и есть хард. Я уже покурил каждую из этих линеек, и могу примерно описать каждую линейку. Если вы хотите более приятное, хорошее курение, то вам, конечно же, софт. Если вы хотите немного прям вот чувствовать, как это проходит через ваше горло, и ощущать эту крепкость, то это медиум. Если ты просто отвязный пацан, которому поебать на свой организм, и ты готов курить всю дрянь, которую тебе дают, то это, конечно же, линейка хард, потому что она реально вери-вери, сука мать, вашу хард. Дико крепко, и я её, в принципе, не смог до конца докурить, поэтому остановился на медиуме и, соответственно, на софте. Так вот, табак имеет около 24-25 разных вкусов, и сейчас мы, собственно, их немного разберём. Но перед этим я вначале взорву нашу клубнику, ой, кока-колу с лимоном, и посмотрим, что она мне о себе скажет. По насыщенности чуть-чуть не дотягивает до очень яркого-яркого, но я бы как-нибудь всё-таки производителям посоветовал немного дотянуть ароматику, потому что она не резкая, она более такая, знаете, гладкая, и вот не хватает самой резкости ароматики здесь. По дымности всё отлично, по жаростойкости я заметил в том, что софт гораздо больше выдерживает жар, чем, например, медиум. Медиум при, когда вы немного забили хуй на свой колян и отошли посрать в туалет, то он у вас, соответственно, перегреется. Это, наверное, скорее всего, связано с тем, что используется табачный лист Бёрли, я не знаю. Дымит всё хорошо, если курить его без остановки, то у вас не будет никаких проблем. Но если вы курите это один, и вы так же, как и я, оставляете его, то жди проблем. Так вот, давайте проберёмся по вкусам. Есть куски иньми. Есть мишки гамми, разноцветные, здесь нет ни красных, ни белых. И вот я сейчас курю лайм кола, я её уже открыл, и хочу заметить очень хорошую вещь. Вот этот пакетик, который внешне, он очень плохого качества, потому что второй раз его уже невозможно использовать, потому что он расходится по швам, когда вы хотите запихать пачку, собственно, обратно. Так, идём далее. Есть Deep and Love, это довольно-таки прикольный вкус. Вкус очень похож на Lady Killer, да, если так примерно говорить. Ягодно-непонятный вкус, но очень прикольный. Фруктовый Dream, это цитрусовые яблоко, апельсин, ананас, короче, мультифрут, мультифрут от других табаков. А Blueberry Sky, довольно-таки пиздатая голубика, прям реально голубичная. Я её курил в софте, у меня, конечно же, медиум, и это единственная пачка, которую я до обзора прям скурил полностью. Единственный вкус. И, конечно же, клубничная маргарита. Она очень фритерно-сладкая, прям вот фритерная-фритерная. Для любителей таких вкусов и ребятам, кто курит кальяну в Санкт-Петербурге, такая хуйня зайдёт стабильная. И, конечно же, есть... А, есть белые мишки гамми, я бы, что её не увидел. Это софт-минейка, и надо будет попробовать покурить. Я до конца её не прокуривал. Так вот, возвращаемся к обзору табака. По дымности, как я и говорил, всё нормально, но вот этой вот насыщенности вкуса достаточно не хватает. Но табак, в целом, очень хороший. В плане того, что это не какая-то непонятная... Как сказать вам это слово, чтобы никого не обидеть. А крафт, блядь. Непонятный крафт, который ты куришь, и не можешь понять, что же в нём сделано. И ты только отталкиваешься от того, что тебе навязывают производители. Типа, так должно быть. Это же, блядь, сука, крафт. Ты должен это, блядь, курить. Здесь более стабильный, нормальный табак. Как из минусов я отметил, линейка Hard или Strong, она очень Strong, очень Hard. Её бы как-то, не знаю, уменьшить и сделать более нормальной. Что касается линеек Medium и Soft, они, в принципе, хорошие. Достаточно хорошие, но с аромкой у них проблемы. А у линейки Medium проблема с тем, что она может быстро перегреться. Также линейка Soft греется гораздо дольше, но при этом не горит. А линейка Medium, она греется очень быстро, и при этом достаточно очень быстро его спокойно перепалить. Также продукт продаётся на Hookah Premium, поэтому, как бы, заходите, если нужно, можете купить, попробовать. Ближайшей дегустации данного табака нигде не ожидается, потому что он только зашёл на рынок, и, возможно, мы скоро увидим дегустацию этого табака, где можно будет его покурить, соответственно, в каком-то из городов России. Курить его можно, химия не сильно чувствуется, но всё-таки что-то с ароматизаторами не так, и это очень хорошо чувствуется. Если прям конкретно в это углубляться, да, то можно найти что угодно в этом табаке, вплоть до того, что он, блядь, вообще сделан из серы, блядь. А поэтому, если вы просто курите и наслаждаетесь этим табаком, то ничего вам, в принципе, плохого не будет, и ничего такого ужасного вы в нём не почувствуете. Также табак очень сильно вымочен и имеет прям мелкую-мелкую нарезку, что когда вы забиваете это на пятидырой чашке, у вас весь табак остаётся в колбе, и, конечно же, вода начинает от него желтеть. Это очень в этом плане плохо, поэтому мелкая нарезка не есть гуд, ребята. Возможно, это круто, да, это больше и лучше технологии для этого, но... Не нужно перебарщивать именно с нарезкой. Делайте её стандартно, кому нужно будет, тот сам её нарежет, как ему угодно. Поэтому вот так, мне даже немного ёгнуло по голове, потому что это первый мой кальян за сегодняшний день. Собственно, вот так, это табака Гера, так что вот вам маленькое такое краткое описание этого продукта, а решать уже дальше вам, покупать его или не покупать, пробовать или не пробовать. С вами был Дава Дым, так что пиши комментарий, что ты думаешь об этом продукте. И, соответственно, ставь лайки под этот видос, так что всем пока.